Всем привет! Демонстрирую костер разведчика. Готовятся два отверстия в земле квадратным сечением, ориентировочно 15-20 см. На глубине 40 см я сделал сквозное отверстие, то есть они соединяются. По задумке одно отверстие для поступления воздуха. Воздух опускается, проходит в отверстие сквозное, а здесь будет разжигаться костер. Таким образом, горение будет поддерживаться за счет поступающего воздуха. Также будет образовываться тяга за счет вытянутой формы, трубообразной. Отсюда горячий воздух. Подымаясь, будет утягивать воздух с отверстия. Таким образом, он будет хорошо поддерживать горение. Также, плюс огонь будет скрыт над поверхностью. И второй плюс, сюда можно поставить какую-то кастрюлю или чайник и приготовить пищу. Приступаем к испытанию. От теории перешли к практике. Видно, что отсюда не дымка, именно сюда поступает воздух. Вот здесь чувствуется мощная тяга. И тяга, которая сопровождает горение, способствует утягиванию воздуха. То есть, можно было бы с помощью анимометра как-нибудь попробовать. Но нет у нас на природе таких инструментов. Сейчас мы поставим кастрюльку и будем здесь готовить. Вот мы приступили к готовке. То есть, пробуем сейчас сперва нагреть воды в кастрюле. Кастрюля хорошо держится на отверстии. Даже не потребовалось специальных поддерживающих устройств в виде камней или чербачков. Тут есть щели для выхода дыма. А на костре разведчика мы готовим солдатскую кашу из гречки и тушенки. Вот такой костер разведчиков для готовки пищи и не только. Надеюсь, было познавательно.